металлообработка это такая вещь которая не просто затягивает на которую подсаживаешься и буквально не успел остыть станок не успел остыть и готовый объектив а у меня уже новая затея вот 80 прод кстати здравствуйте уважаемая аудитория из которого родится корпус для окс 4 28 1 и тоже на базе корпуса и механизма фокусировки века 12 оба объектива что бензоблок что донор мы могли видеть в распаковках а теперь вы увидите то чем они могут стать общий принцип конструкции и прочее 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 тоже будут как у окс 156 недавно уже подготовленного на стадии предварительных умозрительных экспериментов есть некоторые сомнения все же насчет выбранного механизма у веге 12 ход геликоида перемещение линзоблока заложено очень большое насколько это актуально и насколько это вообще будет целесообразно для ширика на 28 сейчас сказать не могу но выглядит конечно сомнительно в идеале я хочу получить минимальную дистанцию фокусировки практически от линзы если же хода геликоида для такой задачи окажется даже слишком много то я его просто напросто ограничу основные токарные работы начну получается в понедельник это после послезавтра либо в воскресенье то есть послезавтра сегодня пятница 13 кстати для нас поздравляю пока же сделаю подготовительные операции оболванную заготовку от торцую сниму побитый верхний слой подшлифую перед накатыванием сделаю несколько эскизов в общем такие вот мелкие вещи без которых все-таки никуда рабочий день начинается с котиков часть записи с токаркой попробую сделать со штативом струбциной и на этот раз повешу на струбцинку не сравнительно легкий люмекс g2 атаки sony vg20 есть у меня подозрение что будет худо-бедно но держать советский штатив струбцинка как оказалось вполне прилично держит и довольно неподвижно замечу sony vg20 сейчас камера подвешена на нем второе новшество поставил в накатке круги с большим шагом я бы хотел получить по крупноте что-то подобное вот это круги вообще не пользованные не притертые как в себя покажут непонятно остается только пробовать поэтому заготовку оболванил с небольшим запасом по диаметру чтобы на случай чего срезать неудавшийся слой а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 вернусь буквально сразу третье это насадка на кольцо фокусировки очень хорошо получилось плотненько вот она собственно говоря и 4 это блин из которого будет сделано где эта штука ну вот куда то детальку уже потерял а вот значит четвертый блин пойдет на изготовление аналога штатного элемента который был собственно в комплекте на линзоблоке на заднем плане уже разобранный корпус веги 12 это кстати говоря версия b и разбирается на несколько иначе чем версия салютовская о чем хотел сказать по кольцу установки диафрагмы здесь конечно ценная разметка дизайн но в новом корпусе они немножечко будут смотреться не так как мне бы того хотелось все нужно закрывать здесь остается большой зазор его неплохо бы заполнить но заполнять его клеем момент который эпоксидный не очень хорошо клей не настолько текучий думаю что стоит в данном случае воспользоваться эпоксидкой попроще и пожиже той которая долго застывает но в принципе сейчас уже вечер поэтому я могу его навести залить а как подойдет время обработки все уже будет в полном порядке утро второго дня работы над окс 428 1 одна сторона готова то которая обращена будет к объективу сделал запасом в одну десятую миллиметра точное копирование исходной детали либо изготовление насадки из нее привело бы к такому внешнему результату лишние большие зазоры ступеньки в общем все то что мне не нравится и ради чего я использую большие болванки на корпуса краткий отчет по второму рабочему дню то есть вчерашнего днем заготовки деталей приобретают все более и более законченный вид нос объектива сделан в целом по образу и подобию оригинального носа но учтены некоторые размеры конечно после сборки из-за того что кольцо диафрагма садится по резьбе положение может измениться на этот счет у меня оставлен некоторый запас на доводку кольцо фокусировки тоже проклеена жиденькая эпоксидка она хорошенько протекла по всей площади надеюсь или почти по всей площади уже все это дело подобработано здесь передней части проточен особо точный поясок чтобы не полагаться на заводское качество и заводскую точность изготовления этой детали как-никак могли быть какие-то погрешности повторять которые мне не хочется здесь уже расточен диаметр под выходящую деталь который выходит максимально назад этот размер уже есть небольшим запасом план на третий рабочий день то есть сегодня подготовить внутреннюю деталь геликоида стакан под оптику для изготовления и установки переходной втулки между линзоблоком и строго говоря геликоидом кроме того довести до размерной готовности задника объектива выполнить первую пробную сборку но прямо сейчас растачиваю в заднике посадку под ту деталь которая непосредственно связывает механизм и задник не так геликоида укладываются укладывается ровненько зазоры в сторону никакие в том плане что их нет не в они никакие не хорошие в передней части растачиваем под кольцо фокусировки чтобы она туда легло свободно задник объектива готов можно даже немножко посмотреть как это все теоретически будет выглядеть в конечном счете думаю что что-то вроде этого но на корпусе появится ряд винтов поскольку хочется подстраховать эпоксидку и по кольцу диафрагмы и по вклеенной резьбе под фильтр ну и само собой нужно же будет закрепить морду на корпусе указки это уже потайнее винты будут вернее винты без головок по расположению задней линзы вот без каких-либо дополнительных элементов здесь пусто у меня есть большой оптимизм что будет бесконечность и в принципе это можно даже сейчас будет аккуратненько проверить и продолжать работу далее по плану сделать сюда переходную втулку между оптикой и геликоидом кстати как видите здесь уже подровнял поверхность убрал лишние ступеньки расточил проверил будущую опорную поверхность под то саму переходную втулку здесь была большая фаска которая в принципе никак не участвовала но на всякий случай я ее сточил до начала резьбы сугубо превентивно сугубо на всякий случай но при установке лензоблока даже этот несчастный миллиметр может на самом деле сильно сыграть роль для сборки геликоиды потребуется сразу ставить кольцо фокусировки и не повредить сразу поставить декоративный элемент поэтому чтобы после не разбирать заново уже отполировал он и две штуковины переходная втулка кстати тоже готова во всяком случае в тех размерах которые можно было сделать без предварительных примерок собрал геликоид само собой на свежую смазку старый добрый чтобы не возиться с подбором исходного положения частей новый ограничитель под механизм фокусировки расположил в удобном мне месте они там где он был первоначально строго говоря разница в сантиметр но и решил что быстрее и проще пересверлить с задником конструкция стыкуются в принципе неплохо но нужно немного довести при разных положениях механизма у нас проблемное место перемещается от самого глубокого торца на передний край подрезать нужно буквально по полмиллиметра там и там запас металла это сделать позволяет поскольку работы перемещаются на эту деталь то сразу же можно заняться и всем остальным а именно подготовить отверстие под сборочные винты и отполировать видимые снаружи края со стороны геликоида все части корпуса готовы отполированы и собраны на мой взгляд получается просто красота для предварительного теста поставлю на корпус хвост fuji это не принципиально должно работать теперь нужно 3 винтика винтики тоже не проблема и пока буду воевать с винтами хочу сделать если угодно публичное обращение к владельцам ну или к модераторам администратором ресурсы lens club если кто до сих пор не в курсе это один из крупнейших наших российских ресурсов где можно кратенько емко почерпнуть информацию про объективы если не лень то разместить собственные примеры на эти объективы посмотреть на примеры которые уже есть оставить отзыв почитать отзывы но одно из важнейших частей данного сайта является безусловно форум где светлые онлайновые умы могут поделиться друг с другом мудростью равно как и не просто друг с другом а еще и с начинающими фотолюбителями уже к сожалению довольно длительное время я наблюдаю не очень хорошую вещь на этом самом форуме ладно бы тролли набегали с троллями ты можешь как мы поборемся на худой конец от троллей только веселее настроение можно себе поднять ну конечно пока они не троллят тебя снова хуже спам некоторое количество винтик более длинный ну ладно это все временно так вот некоторое количество пользователей но в регистрирующихся оставляют на форуме десятки однотипных спама рекламных тем причем на английском языке и с этим никто ничего не делает ребята я все понимаю коммерция бизнес у вас может быть какие-то свои дела важные речь не идет про капитальный ремонт сайта хотя он довольно архаичен но главное что более менее стабильно работает хотя и к этому последнее время тоже есть вопросы речь не идет о замене программной начинки сайта речь идет всего лишь об одной маленькой вещи но выдайте вы уже кому-нибудь из старожилов форума может быть двум таким людям трем право администратора или модератора чтобы мы могли говоря мы я имею ввиду не лично себя этих самых ответственных людей чтобы мы могли оперативно банить этих самых нехороших персонажей которые засоряют всеми нами любимый ресурс где можно собраться теплой компании да потрендить удаленно как и следовало ожидать бесконечности пока еще нет но в таком положении частей она примерно на сантиметрах 3-4 это на самом деле весьма оптимистично выглядит потому что у нас широкоугольник и есть шансы что получится объектив приблизить насколько нужно если бы вообще объектив никуда не фокусировался тогда да дело из рук он плохо и он реально находится очень далеко от матрицы настолько далеко что фактически фокус уходит под поверхность передней линзы а так еще худо-бедно ничего первая доводка вставки под оптику что сделано расточен задний участок под крепежную гайку объектива это раз сама гайка изготовлена из стандартных частей отрезан кусок корпуса оригинального здесь посадка углублена и судя по высоте от этого пояска есть куда уйти еще немного гайка выполняет дополнительной роль некого центрирующего элемента гайка штука многофункциональная она еще и рублен выполняет сугубо визуально объектив стал гораздо глубже по расположению в корпусе зазор здесь категорически сократился кстати кольцо диафрагмы крутится если что его не зажало и примерка номер два при текущем положении частей самый дальний предел фокусировки сдвинулся сантиметров до 15 17 если считать от края корпуса объектива пока на кухне изобретается утренний перекус у меня изобрелась бесконечность мои надежды полностью оправдались бесконечность получилось вытащить про . переходной втулки между оптикой и геликоидом и самое приятное что мне не придется дело дополнительного ограничителя для геликоида бесконечность есть небольшим перебегом который в случае чего компенсирует разницу между разными переходниками разными хвостами а минимальная дистанция фокусировки формально составляет сейчас скажу сколько формально составляет ну примерно сантиметров а что примерно 12 сантиметров вот это минимальная дистанция фокусировки формально фактически же минимальная дистанция фокусировки составляет 0 сантиметров от края корпуса объектива может даже немного заходит за его границу ближе к линии я считаю что это просто прекрасно мой план полностью удался по крайней мере в этой части что теперь мне нужно сделать нужно добавить сюда отверстие под винты нарезать резьбы это раз отполировать остающиеся и требующие этого элемента это нос и насадку на кольце диафрагмы после чего окончательно разобрать все это дело и почистить заднюю линзу хотя бы ее потому что именно она вызывает наибольшие вопросы там с обратной стороны есть что почистить и думаю что если я привнесу какие-то отдельные частицы пыли соринки пылинки то это в целом будет гораздо менее критично чем мыслимистые разводы некие следы предыдущей чистки и прочее окс 4 28 1 я еще не разбирал и у меня что-то есть подозрение что у него не все так замечательно и удобно как например с 1 56 или с 7 28 1 почему-то мне кажется что здесь линзы сидят не в металлических оправах это может достоять некоторые неудобства к сожалению случился первый неприятный но по счастью симметричный сюрприз самого начала работы над проектом у меня оставалось всего лишь 6 винтов подходящих и два из них строго диаметрально противоположных точках лишились своих голов ничего не предвещало была только попытка немного подтянуть эти винты поскольку выкручивать их уже в принципе никогда бы не потребовалось по большому счету это дело в глаза особо не бросается и на ощупь я бы не сказал что сильно заметно но неприятно на данном объективе мне остается сделать еще по меньшей мере 12 резьб 6 для винтов которые окончательно закрепят резьбовую вставку в кольце и 6 но здесь уже побольше думаю это будет м3 чтобы прижимать данный нос на корпусе указать но собственно говоря вы видите где он будет располагаться мои опасения непосредственно по оптической части к сожалению подтвердились по крайней мере передняя линза у нас без индивидуальной металлической оправы и хуже того у нее торец окрашен окрашен не лучшим образом краска уже слезает мы все это дело придется поскольку даже на опорной поверхности передней линзы по ободку которым она там примыкает к корпусу вы можете прекрасно видеть массу следующая линза у нас притянута гайкой невооруженным глазом я вижу как там все позалито краской за второй неприятный сюрприз значит просто так уже не снимешь в общем много всего неприятного и вообще у меня возникает такое ощущение что вот этот есть красивый конус между линзами красили уже после того как часть оптики была собрана допустим вставили какую-то крышечку защитную чтобы краской не залить оптику до преснули баллончиком бредовое предположение конечно нож как-то сильно она напрашивается таким образом я наблюдаю полный фэншуйный баланс насколько легко и удобно идет одна часть работы настолько же много мелких заморочек возникает в другой части той же работы по итогу вариантов немного раскидываю оптику вытаскиваю диафрагму мою все по отдельности и главное потом не засвинячить при сборке так вот уточняю по линзам все линзы кроме передней имеют такие персональные оправки та которая идет сразу за передней сидит на резьбе действительно а вот все остальные просто насыпаны в кучу как у других укс диафрагма блокируется в правильном положении винтиком через корпус тоже как обычно после снятия передняя линза я обнаружил что она из-за краски скорее всего лежит неровно вот и решил перекрасить прилегающую к ней поверхность вернее поверхность которой линза примыкает старую красочку содрал новую распылил учитывая полученный внешний вид скажу может быть и не скромно но мне кажется моя краска из баллончика как-то поровнее выглядит думаю что это положительно скажется и на картинке одну линзочку я уже одну выглядит хорошо лучше чем было это явно уж масло то есть не точно сбил на мой взгляд процедуры пошли на пользу выглядите уж точно хуже не стал бесконечность после перетряхивания линзы осталось на своем месте линзы все легли на свое место лишних не осталось это важный пункт значит оптика собрана верно да и то сказать что объектив в принципе работает как объектив у меня остается установка только самой последней части но ее предварительно нужно немножечко довести дома по истечении округленным счетом четырех рабочих дней а если чуть более точно трех с половиной и притом весьма напряженных я готов представить вам готовый укс 428 1 диафрагма работает фокусировка работает внешний вид блестящий накатка легла отлично и единственное что меня по сути смущает немного во внешнем виде это чистокол из винтов и отверстий под винты однако без них сейчас никуда и единственное что я могу стараться делать это размечать их более менее ровно хотя бы чтобы они в каком-то положении друг вдруг мы хотя бы немного совпадали в перспективе конечно стоит придумать как их можно убрать с поверхности и у меня на этот счет есть определенные идеи но эти идеи немного упираются в отсутствие фрезерного станка зачем вот появится фрезерный станок покажу в целом для себя принципиально нового на данной работе ничего не сделал но впервые вскрыл укс 428 один и был несколько все же разочарован качеством исполнения это касается того как была налитой краска под линзами и немного возвращаясь к внешнему виду объектива колен у меня перед глазами и глаза цепляются за винтики хочу поставить рядом кусочек корпуса оригинального это к вопросу о том что лучше что сделано опрятнее красивче и наверное приятнее лежит в руке и самое главное функциональная применимо к нашим современным цифровым реалям конечно аутентичный вид объектива утрачен абсолютно полностью но мне кажется это было сделано не зря съемку на укс 428 один я производил ранее с камерой микро 4.3 lumix g2 причем тот экземпляр я даже не мыл хотя по сути у него была сходная такая неприятность сходная же неприятность виде каких-то помутнений на линзах маслянистых но как показал практика это не сильно мешает работе поэтому я не стал тогда влезать так готовая работа выглядит на камере съемку на укс 428 один я ранее производила солим из g2 по прошлой осени если не ошибаюсь полевые испытания именно данного экземпляра состоятся не знаю когда даже примерно не могу сказать но примеры на 428 один как таковые были выполнены ранее с камерой lumix g2 это микро 4.3 формат если кто не в курсе примеры эти то ли в неправильном фотографии то ли в объективном уголке давным-давно загружены по данной работе лично мне добавить уже нечего поэтому с вами сегодня прощаюсь до новых встреч до новых объективов и сразу же начну снимать распаковку большой горы всякого интересного когда это дело будет на канале не знаю но уж точно после того ролика который вы сейчас досмотрели до конца спасибо за внимание